Всем привет! Вы на канале Покушеварим и я добрался попробовать новые какие-то шаурмы от Эмирана. Шаурму Хачу открылись на станции Воробьевы горы. Это легкая канатка, как я понял, МЦК, что-то типа такого. Находится он в низине. Мы сейчас туда и пойдем. Как всегда, как мы приезжали в этот автовокзал, там постоянно какие-то ремонтные работы велись, так и здесь. Что-то вокруг, что-то колотят, в общем. У Эмирана вот эта вот фишка открыться в где-нибудь новом месте, которое Сергей Семенович разрешит. И тут все доделают, ремонтируют. Вон, ребят, ребят, смотри, бордюры. Это классика вообще московская, бордюры. Здравствуйте. Пойдем в шаурму есть. Немножко, это самое, запылился Амиран. Я вам помогу, Амиран. Пожалуйста. Шаурму Хачу. Ну, в принципе, довольно нормально добраться. Тут и парковочка рядом есть, правда, как бы платная. Это вне всяких сомнений. И Воробьевы горы станции. То есть можно добраться разными способами. До предыдущей точки было сложнее, потому что на вокзале и найти сложнее было, и дотуда доехать как-то непросто. Ну, классическая, это такая же, как на автовокзале, да? Да, такая же. То есть ночная. Президентскую. Президентскую. Цезарь. Цезарь. А, окей. Тогда давайте карри попробуем. Давайте карри. Картофель по-деревенски это. У нас, по-другому, не деревенского картофеля, не картофеля. А, и картофеля. Вытянутое заведение с барной стойкой и, условно, со стоячими столиками. Нормально. Мне стойка нравится. Хорошая. Качественная. Мне уже дали Coca-Cola. И пока все. И дали вот такой вот номерок, который должен загудеть вот этот аппаратик. И это значит, что шаурма моя будет готова. У вас шестой номерок. Спасибо. У нас Цезарь, Президентская и карри. Спасибо. Приятного аппетита вам. Благодарю. Итак, у нас Цезарь, Президентская и карри. 1100 рублей вместе с Coca-Cola и три шавухи. Значит, нам это все делает компания ООО «Комплекс Воробьевы горы». Видимо, улица Косыгина, владение 28. Не хрюк Алексей, но это кассир. Шаурма Президентская 350 рублей. Шаурма Цезарь 280, карри тоже 280. И Coca-Cola 100 рублей. Нам, ребята, подписали, что где. Это Цезарь, это Президентская, это карри. Наклейки абсолютно одинаковые во всех шаурмах. Двойная упаковка. Как мы и видели, на автовокзале все приблизительно так же. Я это сейчас что распаковал? Где надпись? Методом исключения я понимаю, что это Президентская, да. Я действительно за одну секунду забыл, что сделал. Вообще, когда я слышал словосочетание Президентская, шаурма, да, у меня, конечно, в голове сразу ассоциация с Лукашенко, вне всяких сомнений. Я не знаю такого человека в Беларуси. Но дело не в этом. У меня первая ассоциация это размером. Потому что президентство подразумевает какой-то масштаб. А здесь обычная шаурма. Ну, то есть, абсолютно обычная шаурма, граммов 250, наверное. Вот такой чудесный свиток, немножко протекший. Конечно, было бы классно нож носить с собой на такие, но меня арестуют, если я буду с ножом ходить. Посмотреть, что внутри. Ладно, ребят, ради вас я разламываю. И мы смотрим. Ну, смотри, там, значит, из необычного. Это пюре. Это вообще необычное решение, честно говоря. Сейчас попробуем. Это бекон. Ну, или типа карбоната, что-то такого. Естественно, куриное мясо. Соус какой-то желтенький. Он очень похож на соус кария. То есть, по цвету. И огурчики. Вот такая вот президентская шаурма. Она, слушай, ну, скромненькая для президентской. Честно говоря, я думал, будет хуже. По вкусу вот это пюрешка, потому что, ну, когда я сюда ехал, я слышал что-то про пюре у других блогеров. Там, когда Миран в инстаграме рассказывал. Я думал, ну, это будет фриковый вкус. На самом деле нет. То есть, довольно гармонично. Тут пюре не так много, оно просто, ну, добавляет сытности и, знаешь, такой мягкой консистенции. Мясо вкусное. Здесь прикольно замаринованное. Я чувствую прикус зиры. Он то ли в соусе, то ли в мясе есть. Это прикольный привкус. Поджаренный а-ля бекончик тоже в тему. Короче, что я могу сказать? Не знаю, 300 рублей, не 300 рублей. Понятное дело, что тут ты платишь определенные, определенные денюжки еще за то, что, ну, типа, пришел к популярному блогеру поесть. Ну, пожалуй, наверное, перебор немножко с наценкой. Потому что эта шаурма, она скорее должна дешевле стоить, потому что тут картошка, блин. Ну, вот. 300 рублей, это слишком для нее дорого, но она по факту вкусная. То есть, в принципе, я бы ее доел. Мне понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Вторая у нас на тесте шаурма Цезарь. Она абсолютно одинакового размера вся. Он чуть-чуть прилипло. Вот классно было бы, чтобы они вот так вот еще с двух сторон подпечатывали шаурму, но так никто не делает, и они не делают. Поэтому за это обвинять не могу. А, вы хотите, чтобы я ее разломал, да? Любите вы, когда я продукты порчу? Ну, давай. Ой. Ну, слушай, здесь вот, честно говоря, сразу меня печалит вот этот салат. Он очень грустный от температуры становится. Но меня радует, что здесь есть сырок. И еще какая-то, вот что это такое? Еще какая-то гренка, смотри, внутри. Типа начос. Да, слушай, реально какой-то маленький чипсик. Из того, что мне не нравится, это только салат, а из того, что нравится, как я сказал, сыр, вот эта греночка весьма неплохая. И поджаренное мясо. Оно прям реально поджаренное. Я вообще сторонник, я неоднократно говорил, что в шаблухе круто, когда мясо, ну, не то чтобы оно приготовлено, оно переготовлено, то есть оно прям с хрустинкой такой. Не то чтобы уголь, но вот этот поджаренный белок создает, как бы, кайф от мяса. Здесь с этим все хорошо. Пробуем карри. Цезарь, в смысле, а не карри. Мне здесь нравится мясо. Серьезно, я, ребят, я продал себе отписку, но респектую за прикольный вкус мяса. Оно и замариновано вкусно, и поджарено прям вот как надо в шаблухе. В автовокзале не было такого ощущения, она была чуть-чуть, как бы, ну, по мне, не дожарена. Но это вкусовщина. Что касается вкуса, цезарь необычнее, чем стандартные шаблухи, которые мы пробовали в прошлом выпуске. Но у меня внутреннее отторжение вообще от блюд, и вообще вот от этого желания называть все, где есть курица, называть цезарем. Это вообще ни хрена не цезарь. Тут соус не цезарь. Так, как куриная шаурма с греночками, нормально. Нормально. В принципе, вкусно тоже, но вот, пожалуй, та мне понравилась чуть больше, потому что неожиданно. Ну и третья шаблуха, это у нас шаурма, которая называется карри. Естественно, безбожно мы с ней поступаем так же, как и с предыдущей. Вау! Так, интересно, тут перчики халапенья, да, вот это вот. Оп! Тут опять-таки такое поджаренное мясо, тут уже помидорчик. Это какая-то острая даже на шаурма. И желтый соус. Ну вот здесь вот он прям должен быть карри. По запаху это чисто вот карри, который хайнсовский. Такой кислый вот хайнс почему-то все время соусы делает, ну, с большим добавлением уксуса. В том числе и... Проходите, проходите. Вообще не сетняйтесь. Хорошо? С добавлением, короче говоря, уксуса. Ну, это фишка хайнса, я не знаю, я поэтому не люблю кетчуп. Но запах карри есть. Сука, халапешка. Он маринованный, поэтому он не прям острый, не убивает меня, хотя покушается капитально на мою жизнь. Слушай, нет, что-то хороший прям кусок. Вы видели, он сверху лежал. Карри или не карри, понять очень сложно, потому что мне халапеньо отвлек максимально от вкуса. Я люблю маринованные халапеньо, но мне не нравится раскисший салат внутри. Блин, я не знаю, капуста, хоть и говорят, там в Питере не добавляют капусту в основном салаты, мне сильно говорят, ой, московская шаурма с капустами, капуста это отстой. Я не согласен. Капуста, она хотя бы от температуры не становится, вот сразу не становится слюнями. С салатом это происходит. Салат в шаурме решение странное, но... Что хочу сказать. В принципе, для любителей острова, это острый шаурм, и об этом было бы классно предупреждать вообще на инфомониторах, вот на меню. И вообще состав шаурмы было бы классно разместить на мониторах, чтобы люди понимали, что они покупают. У них же наверняка есть вот юридическое меню. Давай попросим сейчас его и посмотрим составы. А можно вопрос? Здрасте. А у вас есть это юридическое меню, где вот состав блюд прописан? Да. БЖУ, можно? Сейчас посмотрим, просто разложим все по полочкам, что где находится, чтобы запомнить. Я сейчас верну. Да, конечно. Это вот у нас техкарты. А, техкарты. Да. Ну, здесь точное определение, как... А это вообще законно, если я об этом расскажу? Вас не убьют потом. Можно я уточню менеджера? Не, ладно тогда, все, бог с ним. Я просто хотел поподробнее. У нас, вот скажите, в этой, в острой, там, халапени маринованные? Да, маринованные. Это маринованные халапени. Короче, ладно, юридического меню нет, они добавят. Есть техкарты, которые, ну, я не знаю, я считаю, это неэтичным показывать. В кадре технологические карты приготовления блюд. Хотя, наверное, мог бы это сделать, и не стал, и, ну, поступил корректно. Ставьте лайки. Вот, значит, если подводить итоги в целом, то это неплохая идея подвести итоги, но мы сделаем это снаружи. Не потому что я стесняюсь, а просто для смены картинки. Фух. Вылетел, как будто меня там обидели. Нет? Слушай, значит, что я хочу сказать. В принципе, в принципе, вот честно скажу, вот эти три вкуса новые, они мне понравились больше, чем те два старые. Здесь два старые тоже остались, как бы, ну, такие. Она, она совсем скучновата. Вот эти три шавухи, они, в принципе, интересные. И последняя шаурма интересная, и цезарь более-менее ничего. И, как бы, первая мне понравилась. Вот эта президентская шаурма с картошкой, на удивление, оказалась неплохой. Вот, поэтому, что хочу сказать. Только вперед, как бы, ну, развиваться и развиваться. Побольше вариантов, вон как шаурма Марсель на Бауманке, да. 36 вариантов. У Макса Бранта можете посмотреть. То ли вышел, то ли скоро выйдет ролик, где 36 вариантов, 36 блогеров пробуют. Вот, посмотрите у него на канале. Здесь, как бы, пять вариантов шаурмы. Нет, пока нет у них какого-то фритюра, нет, соответственно, ни одной закуски. Ну, бывает поинтереснее, как бы, но и здесь неплохо. То есть, вон, смотри, китайцам нравится, это самое главное. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания. Так, меня Дима не отпускает вообще никак, если я не выставляю оценки. Ты бюрократ хуже моего. Я бы сейчас уехал, и все, я же все мнение сказал уже. Так. Я так тяжело дышу, потому что я тут две коляски спускал и поднимал. Ну, вы даже ни хрена не приспособлен. Мне кажется, в таких местах, где тема связана как-то немножко, знаешь, там, с пиаром власти, ну, давай объективно говорить, это связано, да, так или иначе, с мэром нашим. Вот такие вот вещи, как, например, отсутствие каких-то, какого-то спуска, салазок, это неправильно. Так, по поводу оценок. Цена. Ну, объективно, цена высокая. Я ставлю 2 балла, особенно президентская шурма, которая, исходя из ингредиентов, должна, наверное, чуть дешевле быть, она дороже. Ставлю 2. Вкус мне понравился, 4 балла. Все, вот так вот. Ну, комфорт объективно на троечку. Длинное помещение, пожалуй, даже в автовокзале в Ховрино было поуютнее, что ли. То есть, ну, там был общий фудкорт, в котором, правда, никого, кроме хочу-шурмы, не было. Ну, там столики, удобнее сидеть. Здесь чуть-чуть так вот как-то тесно. Китайцы. Hello China. Персонал 4 балла. Ну, нехорошо, не... Точнее, хорошо, 4. Это хорошая оценка. То есть, каких-то сверх там эмоций не было. Ну, и как бы негатива ровно ноль. Поэтому 4 балла. Ну, и скорость. Я абсолютно уверен, что шурма – это тот продукт, который должен выдаваться просто из-под ножа. Там, ну, 3 минуты подождал, получил шау-хо. Здесь мы ждали чуть подольше. И есть ощущение, что нашу шавуху сделали быстрее, потому что мы с камерой, чем шаурму девушки, которая была раньше нас. Это тоже нехорошо. Надо всех по очереди обслуживать. Даже учитывая этот факт, все равно долго. Поэтому за скорость я поставлю, ну, реально 2 балла. Для шаурмы очень долго. Итоговые оценки вы где-то видите на экране. Я все. Теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok